До 31 октября работодателя должна повестить своих сотрудников о том, что им нужно будет выбрать формат введения трудовой книжки с 1 января 2021 года. Я уже написала заявление о том, чтобы сведения о моей трудовой деятельности велись в электронном виде и получила трудовую книжку на руки. Выбрасывать ее не надо, так как информацию о трудовой деятельности до 2020 года оцифровывать пока не будут. Но как теперь работнику получить сведения о том, где и кем он трудился? Для этого нужно обратиться к работодателю, а если нужна информация о трудовой деятельности в других организациях, то следует идти в МФЦ, либо можно получить сведения онлайн на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Начнем с сайта Пенсионного фонда. Заходим в личный кабинет и нажимаем на кнопку «Заказать справку от трудовой деятельности». Система предлагает авторизоваться через портал Госуслуг, потом снова возвращает на сайт Пенсионного фонда. Заходим в раздел и кликаем по кнопке «Запросить». Информацию о работе можно будет посмотреть в разделе «История обращений». Если искать электронную трудовую книжку через портал Госуслуг, то путь будет чуть длиннее. Проходим процедуру авторизации и начинаем искать нужный раздел. Через портал можно получить огромное количество услуг. Если изучать все меню, то займет это уйму времени. Через поиск тоже не получилось найти нужный раздел, поэтому в категории «Органы власти» кликаем на Пенсионный фонд. В открывшейся вкладке ищем заветные слова «Выписка из электронной трудовой книжки получить онлайн» и жмем на кнопку мыши. Выписка о трудовой деятельности с 1 января 2020 года придет в личный кабинет. Если в документе не все сведения или она пустая, то для этого есть объективные причины. Либо работодатель не успел отправить данные в Пенсионный фонд, либо вы еще не подавали работодателю заявление о переходе на электронную трудовую книжку. Выписка будет подписана электронной подписью сотрудника Пенсионного фонда. По юридической значимости такой документ равен бумажному. Если нужна выписка с живыми подписями и печатями, то нужно обратиться в кадровую службу с последнего места работы отделения Пенсионного фонда или МФЦ.